Всем привет! Сегодня по вашим запросам будем разбирать уход на теплое время года. Именно на жару я поэкспериментировала, я поигралась в новинки. Теперь мне хочется вернуться к тем средствам, которые уже реально проверены временем, которые я много раз показывала. Но я хотела бы рассказать вам о своей схеме ухода, и я надеюсь, что она кому-то будет полезна. Мое каждое утро начинается с умывания, и я сегодня буду показывать и более доступные варианты, и те подороже, чтобы у вас тоже был выбор. Если я о чем-то забуду, то вы знаете, что в инфобоксе я всегда все подробно расписываю. У меня нормальная, склонная к сухости, к высыпаниям, к раздражениям кожи. В общем, полный букет. И я для себя вывела правило, что на мне лучше всего работают средства, которые не пенятся. Я буду упоминать то, чем пользуется мой муж. Сначала расскажу о том, что безупречно подходит именно моему типу кожи. Вот этот гель наверняка вы уже знаете. Это бренд Айзенберг. Это моя третья или четвертая бутылочка. Я уже потерялась. Он очень хорошо очищает кожу, при этом не пересушивает ее. И подходит для второго этапа демакияжа. То есть, я сначала смываю косметику чем-то другим. И для того, чтобы домыть лицо, я пользуюсь вот этим гелем. Он практически без запаха. И он чудесен. Его на очень долго хватает. Учитывая все скидки, я думаю, что его можно купить где-то за 20 долларов. И вам его хватит месяцев на 9. Или на полгода так точно. Это средство от CeraVe я люблю ни капельки, ни меньше. У меня версия для нормальной сухой кожи. И по сути, у них очень похожие характеристики с вот этим гелем. Также пользуюсь и утром, и вечером. И мне этого вполне достаточно. Утром я также пользуюсь щеточкой. Вы наверняка ее уже видели. Она называется Foreo. У меня Foreo Luna 2. У меня еще есть самая маленькая щеточка Foreo. Она постоянно со мной путешествует, потому что для меня это незаменимое устройство. Эта щеточка выполнена из очень приятного, мягкого медицинского силикона, на котором не собираются бактерии. И покупая такую щеточку, вам больше не придется тратиться на насадки, постоянно помнить об этом и переживать за состояние вашей кожи. Когда я еду куда-то со щеточкой Foreo, я просто мою ее и продолжаю пользоваться. Кстати, я использую ее прямо в душе. Она водонепроницаемая. И вот очень интересно, но я заряжала ее всего один раз. И зарядка до сих пор держится. Вы знаете, я не могу себе позволить пользоваться обычными скрабами для лица. Это слишком травматично для моей кожи. Она всегда очень раздраженная. Она такая покрасневшая. У меня такое впечатление, что я наждачкой потерла себе лицо. Так вот, после очищения со щеточкой Foreo и с правильным гелем, у меня настолько свежая, обновленная кожа, все средства гораздо лучше впитываются. И при регулярном использовании, вы сами заметите, насколько чище станут ваши поры. Эта щеточка пульсирует, причем вы сами можете выбирать интенсивность. Вот эту поверхность мы используем для очищения лица, для умывания. Но со второй стороны здесь вот такая ребристая поверхность, которую я использую для массажа. Это, в принципе, так и нужно делать. То есть, это такая антивозрастная функция. Я вам как-то рассказывала, как сильно мы напрягаем наши мышцы лица. Вообще не осознаем этого. И щеточка Foreo тоже поможет снять напряжение. Включаете пульсацию более интенсивную или нежную. Я прикладываю ее сюда на межбровку и в область гусиных лапок, тоже где носогубки. И если очищение я выполняю на протяжении где-то двух минут, иногда чуть меньше, а массаж я могу делать даже минут 10. Короче говоря, я считаю, что это устройство реально отрабатывает свою цену. И все ссылки я оставлю внизу. Если вы давно хотели узнать мое мнение, то я считаю, что это очень-очень классная вещь. Если же вы чувствуете по вашей коже, что вам нужно более конкретное средство для умывания, я также могу посоветовать для комбинированной, для нормальной, для жирной и проблемной кожи гель для умывания от бренда Cosrx, именно для утреннего использования. И если вы хотите также два в одном, но что-то пенящиеся, то у бренда CeraVe есть другая версия вот этого геля. Им пользуется мой муж и она тоже очень хорошая. Все полные названия я оставлю внизу. Следующим этапом после умывания я всегда в обязательном порядке наношу тоник. И тоников сейчас огромное количество, у всех у них разная функция, но честно говоря, я не замечаю какой-то кардинальной разницы. Тоник он и в Африке тоник. Я сейчас пользовалась вот таким вот Айзенберг, и он неплохой. Но сказать, что это что-то феноменальное, что-то, что является увлажняющей бомбой, что-то, что кардинально отличается от всех остальных, я, к сожалению, не могу. То есть, если вам нужен просто промежуточный шаг между основным уходом и умыванием, можете купить вот такой, он подойдет каждому типу кожи, без каких-то особых запросов. Но точно так же можно купить тоник от бренда Тайрс, который продается на Айхерм. У него очень хороший состав. Я же для себя выделю еще раз два вот этих средства. Это универсальный увлажняющий тоник. И давайте понимать правильно друг друга, это не то средство, которое заменит вам основной уход, то есть, крем и все остальное. Нет, это промежуток между умыванием и увлажнением. Но на мне они работают прекрасно, поэтому я продолжаю их покупать. Я заказывала оба средства на Айхерб. И вот это, это эссенция от бренда Миша. Самая любимая, самая неповторимая. Здесь ферментированные экстракты. И когда я пользуюсь этой штукой, я заметила, что у меня гораздо меньше высыпаний, кожа в каком-то таком идеальном балансе. И эта вещь действительно очень хорошо и глубоко увлажняет. Вот кто бы что ни говорил, кто-то не понимает. Для меня это мастховище. Это та баночка, которая, как мне кажется, будет постоянно в моем уходе, пока я не найду что-то еще более эффективное. Пока что это средство мне не повстречалось. От имени своего мужа также передаю вам отзыв человека, который раньше страдал черными точками. Он пользуется вот этим тоником от бренда Косрекс. Я ему его принесла. И он говорит, что сейчас все гораздо лучше. Он не тот человек, знаете, вот типичный мужчина, который любит, чтобы все было просто. Он не будет пользоваться гаджетами. Он не будет регулярно наносить маски, использовать какие-то сыворотки. И он говорит, что когда он начал пользоваться вот этим тоником именно регулярно, то поры стали гораздо чище. Здесь БИЧ и кислота это небольшая концентрация. То есть тоже можно использовать и в теплое время года. В общем, если вы такой пациент, то вот делюсь с вами еще и такой находкой. Мне кажется, что стоит попробовать, если это обещает спасти нас от проблем с кожей. Крема под глаза я решила разделить на несколько групп. Но, пожалуйста, услышьте меня. Вам не нужно покупать все и сразу. Потому что сейчас посыпятся комментарии, зачем столько баночек. Я показываю самое любимое. Но вы, пожалуйста, выбирайте по одному средству из каждой категории. Больше не надо. И вот сейчас уже на протяжении нескольких месяцев я постоянно пользуюсь вот этим кремом под глаза от марки Айзенберг. Это линейка Pure White. Он обещает увлажнять, убирать признаки старения или предотвращать старение. И также осветлять область под глазами. Я всегда очень спокойно отношусь к таким обещаниям. Потому что если генетически это заложено, то мне кажется, что никакие кремы этого не изменят. Точнее мне казалось. И все мы состаримся. Это тоже нужно осознавать. С этим нужно смириться. Или же прибегать к каким-то более инвазийным процедурам. Так вот, при регулярном использовании я могу сказать, что область под глазами действительно стала выглядеть свежее. И сначала зимой мне казалось, что этого увлажнения как бы недостаточно. Но со временем я поняла, что мне больше-то и не надо. А зачем больше? То есть это такое хорошее, стандартное увлажнение. Пожалуйста, не путайте с питанием. Увлажнение и питание это два разных понятия. Вот этот крем дает именно увлажнение. Но он очень хорошо себя проявил. И здесь целых 30 мл. Я не разбирала состав. Признаюсь честно, но он рабочий. И он очень хорошо ведет себя под декоративной косметикой. То есть я не заметила, чтобы даже стойкие консилеры пересушивали мне область под глазами. Я даже посмею сказать, что это больше, чем увлажняющий крем. Так как я вижу его действие. И вы также его замечаете. Я пользовалась кремом от Benton. Дальше перешла на этот. И все только улучшается. А года идут. Мне кажется, что это показатель. Что касается очень хорошо увлажняющих кремов из более доступного сегмента. Также у него и антивозрастное действие. Это вот такой крем от марки Урьяж. Одна моя зрительница прислала мне фотографию. И говорит, Оля, ты должна это попробовать. Я подтверждаю ее слова. У него легкая текстура. То есть кажется таким плотноватым. Но он проникает в кожу. Он за ней замечательно ухаживает. Если вы любите аптечную косметику. Или ищите что-то такое не из люкса. То очень советую. Хорошее, хорошее средство. Также не могу не вспомнить о своем любимце от марки Benton. На то вы меня расстреляете. Скажете, что я советовала так долго. В этой подборке его нет. До сих пор считаю, что качественный продукт. И вот этот от марки Lancome тоже. Такая гелевая текстура. Вот именно на теплое время года вы его оцените. Хотя я знаю, что девочки пользуются даже зимой. Если вы будете в Хорватии, в Сербии, в Черноголии. И кто-то из знакомых едет. Попросите привезти себе вот этот крем. Здесь очень много натуральных масел. Он именно питательный. Стоит около 10 долларов. Может 12. Ну 15 от силы. Но здесь довольно большой объем. Он плотный. И его хватает на очень долго. И то, чем я завершаю свой базовый уход в теплое время года. Это легкий увлажняющий крем. Крем-гель. Флюид. Лосьон. Называйте это как хотите. Главное, чтобы это средство давало вам хорошее увлажнение. Чтобы не ощущалось маской. Каким-то неприятным слоем на лице. Я не хочу в этом видео удивлять вас какими-то новомодными новинками. Иногда нужно остановиться. Пересмотреть то, что есть. Возможно даже вернуться к тому, что хорошо работает конкретно на нас. Сейчас на рынке есть огромное количество классных базовых увлажняющих кремов. Я назову те, которые нравятся мне. Возможно они подойдут вам. Вот это линейка от La Roche-Posay. Геолубе 5. Классно увлажняет. И гелевая легкая текстура. Сейчас мне прислали вот такую, не знаю, новинку или нет. Это флюид из линейки Толериан. Эта линейка предназначена для аллергиков. Для всех, у кого чувствительная кожа. Но пока что не пользовалась. Летом обязательно попробую. И также мне нравится уход от Айзенберг. Еще бы. Вот этот крем, который восстанавливает. Он очень хорошо увлажняет. Если вы ищете что-то максимально легкое, то бренд меня порадовал тем, чем я пользовалась в прошлом году. Хвалила. Не стану скрывать, мне приятно, когда бренд видит, что я чем-то пользуюсь. И потом, когда наступает определенный сезон, они присылают мне то, что я действительно люблю. Вот этот крем очень легенький. И для меня это не просто увлажнение. Вы знаете, бывают кремы, которые забивают поры. Которые скатываются. Которые не делают ничего. В общем, для меня это те средства, которые выполняют все функции увлажняющего крема с легкой текстурой. Еще вот этот я докупила для мужа. Клиник Moisture Search. Он очень сильно его любит. Если хотите что-то подешевле, то у бренда Dermedic. Из линейки Hydrain 3. Гелевая версия. Я хотела также его купить, но его не было в наличии. Был только Hydrain 2. Но это не совсем то же самое. Именно гелевая версия на теплое время года. Это все из кремов или нет? А, знаете, что еще? В прошлом году я пользовалась кремом от CeraVe. Тоже такой гелевый. Ну, все то, о чем я говорила, да. Все это характерно всем вот этим кремам. Так вот, я оставлю на него ссылку. Он в качестве базы под макияж. В принципе, каждое это средство ведет себя замечательно под косметикой. И теперь SPF. Я прошу вас не фанатеть. Сейчас все говорят, что каждый день нужно пользоваться защитой от солнца. Безусловно. Но если вы так же, как я, целый день проводите в помещении, в офисе, или вы целыми днями, так как я, работаете дома, то подумайте, зачем вам наносить SPF, если вы даже не выходите на солнце? Конечно же, если вы идете на прогулку. Если вы в 4 часа выходите, к примеру, из офиса и отправляетесь куда-то на детскую площадку, то да, вам нужен SPF. Или вы едете на отдых, обязательно SPF. В общем, я еще раз повторюсь, что мне нравится защита от солнца от Айзенберг. Я допользовала 30-ку. Сейчас у меня в использовании SPF 50. Она и хорошо увлажняет. И если наносить не какое-то сумасшедшее количество, то она не будет выбеливать лицо. Вот этот чуть легче от бренда COSRX. Здесь тоже SPF 50. И его довольно сложно купить. Он у меня тоже заканчивается. И хотела сказать, что вот эта защита от La Roche-Posay, именно версия Light, тоже классная. Я почему-то о ней забыла в подборке на весну и лето, где я рассказывала о мастхэвах. Посмотрите, он такой легенький. У меня выключилась камера на несколько секунд. И он уже впитался. Он не ощущается на лице. При этом немножко увлажняет. И не сделает вас членом семейки Адамс. Вот даже если жирная кожа, то я думаю, что без проблем сможете им пользоваться. Если же все-таки вам нужен минеральный фильтр с суперматовым финишем, то напоминаю, что вот этот от Etude House SPF 50, он у меня вскрыт после прошлого года. Я, к сожалению, не стану им пользоваться. Немножко переживаю, не потерял ли он свои свойства. Теперь вечер, демакияж. И вы сейчас очень сильно удивитесь, потому что я не буду рассказывать об очищении с гидрофильным маслом, гидрофильным бальзамом и с гелем для умывания. Все потому, что у меня закончились все мои гидрофильные бальзамы. И что я делаю? Я использую мицеллярную воду для того, чтобы смыть основную часть косметики и дальше только гель для умывания. Мне нравятся вот эти две мицеллярки, это Цераве и Биодерма. Они самые нежные, они не вызывают у меня высыпаний. То, что сейчас на лице, это последствия неудачной маски. Вы уже так наслышаны, не стану повторяться. Эти мицеллярки никак негативным образом не сказываются на моей коже. Еще мне подходят Ларош Позе и Урияш. После геля для умывания я, как обычно, в большинстве случаев наношу свой тоник или эссенцию. То, что я показывала в утреннем уходе, так как это моя база. И потом вы уже смотрите, нужна вам сыворотка или нет. Я люблю пользоваться сыворотками с витамином С. Для всех, у кого действительно кожа, кто не пользовался витамином С, кислотами, ретинолом и всеми такими более агрессивными сыворотками, я могу посоветовать два универсальных средства. Вот эта от Avalon Organics у меня уже закончилась, мне она очень нравилась. И вот эта у меня также была от бренда It's Skin. И если у вас очень плотная кожа, пористая, если вам нужно что-то посильнее, то в прошлом году я показывала вам сыворотку от Kiehl's с витамином С, там 12,5%. И что делает витамин С? Это антиоксидант, это, ну вот можно долго рассказывать, что это антивозрастное действие. Я скажу так, что когда я пользуюсь сыворотками с витамином С, то у меня просто более гладкая кожа, у нее более равномерный оттенок, меньше закупориваются поры. Это как бы такое легкое отшелушивание, осветление, выравнивание цвета. И поэтому я не представляю свою уходовую рутину без витамина С. Я не пользуюсь какими-то агрессивными кислотами в теплое время года, поэтому это такая легкая вариация на тему. То есть кожа в нормальном состоянии, сейчас вот когда уже мое лицо полностью успокоится, я обязательно вернусь к вот этой сыворотке. Также забыла вспомнить о вот этой от бренда Caudalie. Здесь тоже есть витамин С и другие компоненты, она работает приблизительно так же, как та от Kiehl's, которую я хвалила в прошлом году, просто сейчас у меня очень сильно реагирует кожа. Я не могу себе позволить что-то такое интенсивное подействию, но если вы знаете потребности вашей кожи, если вы знаете, что вы себе не навредите, то попробуйте вот эту или от Kiehl's. После сыворотки я наношу увлажняющий крем. Это может быть один из тех кремов, которые я показывала в утреннем уходе, но так как я люблю разнообразие, сейчас вот еще чуть-чуть и я снова начну им пользоваться. Это крем также от Avalon Organics из той же линейки, с витамином С, здесь много натуральных компонентов, и он как бы более богатый, чем все те кремы, о которых я говорила ранее. Учитывайте это, но он также влияет на равномерный оттенок, то есть это такой более питательный крем, еще и как бы с витамином С. Я не могу сказать, что он сам без сыворотки сотворит какие-то чудеса или сделает то же самое, но я решила попробовать, мне он понравился. Если вы хотите что-то дополнительное, что-то, что будет еще как-то больше даже питать кожу, если вы в этом нуждаетесь, то тоже можете заказать. И еще мне понравились вот эти миниатюрки, которые у меня были от Avalon Organics. Не от Avalon Organics, а от Avalon Naturals, извините. Вот тоже могу и советовать, у них неплохие средства именно с витамином С. Это не совсем то же самое, что Drunk Elephant, то есть это не жирорастворимая форма витамина С. Но по действию мне нравится, меня все устраивает, и мне не хочется искать что-то новое, я просто возвращаюсь к тем средствам, которые я уже проверила, которые работают и на которые я могу положиться. Под глаза я использую те же кремы, ничего особенного, и это была моя основная схема, которую я использую в теплое время года. Также раз в две недели я использую очищающие маски. У меня есть несколько, но пожалуй вот эта самая, она интенсивная, при этом щадящая для кожи, то есть после нее у меня лицо не хочет отвалиться, знаете, после некоторых очищающих масок. Такое впечатление, что с тебя все сдерли, кожа пылает, горит, и вообще непонятно, что с этим делать. Это маска, которая прекрасно очищает поры, она освежает лицо, она на основе какой-то глины розовой, и при этом она еще, знаете, как-то делает лицо вот таким свежим. Я не знаю, как это можно описать, это нужно пробовать, но просто очищающие маски, они все обещают там убрать загрязнение с кожи, да, несомненно, но мне кажется, что эта маска делает чуть больше, и при этом после нее у меня на завтра нет высыпаний, что часто случается после некоторых других. Сейчас я опять же стараюсь пользоваться проверенными средствами, я не помню, откуда у меня эта маска, то ли мне ее присылали в Look Fantastic, без понятия, но мне она действительно понравилась. Еще использую два вот этих средства именно в качестве масок в данное время года, то есть я наношу вот эту вещь таким не слишком плотным слоем, оставляю на две минутки, ни в коем случае не скрабирую свое лицо, смываю, и потом кожа такая опять же свеженькая, сияющая, отдохнувшая, отшелушенная, и вот этот ночной пилинг я опять же использую в качестве маски, наношу, но хожу с ним где-то час, иногда чуть дольше, не оставляю на всю ночь, это такое очень нежное воздействие на кожу, здесь такое низкое содержание кислот, всего лишь 5%, зимой я пользовалась чем-то более таким конкретным, поэтому даже сейчас я позволяю себе пользоваться такого плана средствами в качестве масок, но я опять же никого не агитирую, и мне нравится вот такая маска от Andalou Naturals, она идет с гликолевой кислотой, кто-то говорит, что она очень нежная, что этого недостаточно, мне кажется, что этого достаточно именно на теплое время года, то есть одним из вот этих средств я пользуюсь раз в две недели, и в перерывах между этими масками, то есть, к примеру, если там на протяжении двух недель, в пятницу я делаю очищающую маску, дальше у меня пошло еще две недели, на следующей неделе я могу сделать вот такой пилинг на основе молочной кислоты, она очень нежно отшелушивает, это вообще такое средство, которым можно пользоваться в жару, я недавно о нем рассказывала, оно больше даже увлажняет, смягчает кожу, наверное, вот так, то есть это безопасное средство, которое точно можно использовать, и мне еще нравится вот такой тоник с ретинолом, и ретинол я стараюсь не использовать в теплое время года, но если у меня есть пауза, где-то там дней 5, я могу раз вместо увлажняющего тоника вечером протереть лицо, получается где-то раз в неделю вечером вместо увлажняющего тоника, еще раз повторюсь, я пользуюсь вот этим тоником с ретинолом от бренда Pixi, он не пересушивает кожу, но лицо такое ровненькое, нет никаких высыпаний, никаких воспалений, и даже вот когда я начала пользоваться им, тональный крем по-другому выглядит, то есть кожа действительно сияющая, вы начали спрашивать, Оля, чем же ты таким пользуешься, что кожа буквально вот дышит здоровьем, и вот это мой маленький секрет. Конечно же я пользуюсь такими тканевыми масками, вот это мне очень нравится от Petit Fee, она собирает лицо в кучу, когда все очень плохо, когда все как бы разъезжается, ну вот то при пухлости, то вообще хочется просто как-то расслабиться, это мое спа на дому, я покупала их на iHerb, и когда есть высыпание раз в месяц, там иногда что-то случается, если я ничего сама не наэкспериментирую, то я пользуюсь вот такими масками или инжигелем от бренда Benton, вот это классное увлажняющее, то есть я не фанатею, если у меня есть желание, если у меня есть возможность, или когда мне хочется просто за собой дополнительно поухаживать, я могу поверх своего вечернего ухода нанести такую маску, или же вместо ночного крема я могу наложить вот эту маску и немножко порелаксировать, тут уже смотрите сами, насколько вы нуждаетесь в таких средствах, насколько у вас пересохшая кожа именно в теплое время года, я не считаю, что все увлажняющие маски это обязательное средство в уходе, если у вас и так все нормально, то не нужно ими религиозно пользоваться там каждые три дня, но если ваша кожа просит, то возможно вы даже и не даете как бы достаточно увлажнения в основном уходе, иногда, иногда я смотрю и кажусь себе такой очень уставшей, тогда вот я наношу эту маску от Айзенберга, это увлажняющая маска, релаксирующая, ну на самом деле она осветляет кожу, она как-то убирает такой серый оттенок, и утром все красные пятнышки уходят, и просто вот когда кожа склонна к раздражениям, то она их очень хорошо успокаивает, увлажняющую маску тоже от Айзенберга вы много раз видели, и в качестве замены еще есть вот такая, ее можно использовать вместо ночного ухода, то есть хотите себя как-то побаловать, купите себе увлажняющую маску или тканевую маску, мне это доставляет колоссальное удовольствие, и еще я пользуюсь патчами под глаза, утром довольно часто, мне очень нравятся петит фи, причем вот эти с агавой, и сейчас у меня появились от Хеймеш, но пока что я их еще не вскрывала, господи, это все, миллион банок, но поверьте мне, что я всем этим не пользуюсь как фанатик, то есть я не сижу с самого утра в масках, в кремах, и до самого вечера, нет, я просто сейчас принесла показать вам все-все, что у меня есть, и теперь буду делиться с подружками, с спокойной душой, многое я храню только ради видео, такие ролики занимают очень много сил, очень много времени, и я очень рада, что я сняла это видео, если оно оказалось кому-то полезным, то пожалуйста поставьте пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно, и действительно старалась, все, всех целую, обнимаю, пока-пока!